Несколько будет вопросов о Саше. Что тебе больше нравится, кино или театр? Кино. Кино и, знаете, признаться честно, забыл даже когда я последний раз ходил в театр. Море или горе? Море. День или ночь? Ночь. Сладкое или солёное? Сладкое. Зима или лето? Лето. Весна или осень? Осень. Тихое кафе или шумная вечеринка? Шумная вечеринка. Праздник в кругу семьи или в кругу друзей? Вот тут нечестно, конечно. Праздник, смотри какой праздник. Вот, допустим, Новый год в кругу семьи, день рождения в кругу друзей. Следующий вопрос. Ты любишь музыкальные фестивали, на каких сможем увидеть манекен, а какие посоветуешь посетить? Ой, я так хочу на какие-нибудь европейские фестивали поехать. В том году нам довелось попасть на Сигит, но выступала Анука. Этим летом манекен сыграет на уникальном, мне кажется, для Украины мероприятии, которое называется Atlas Weekend. Как и в прошлом году, лайнап в большей степени будет состоять из украинских исполнителей, и для меня это большая честь присутствовать там. И там мы сыграем, кстати, новые песни. Вот сейчас, так не вспомню, возможно, есть какие-то еще даты. Ну вот, наверное, главным летним событием для манекена будет выступление на Atlas Weekend. Следующий вопрос от Ольги, личный вопрос. Добрый день, Женя. Странные ассоциации возникают с названием манекен. Что ты с родной марионетки? Одели, раздели, поставили, положили, поиграли, бросили в подопку. А по жизни ты тоже манекен? Или же предпочитаешь быть личностью, с которой считаются, и мнение, которое уважают окружающие? Спасибо. Спасибо за вопрос. Отвечу так, что да, действительно, ассоциации такие появляются, и с одной стороны, я на это рассчитывал, потому что в основе концепции проекта лежит понятие о том, что музыка – это одежда, манекен – это некая форма. И я, как, если позволите, дизайнер музыкальной одежды, представляю свои коллекции в виде альбомов. Первый альбом – First Look, фанки, джаз коллекция. Второй альбом – Soul Made Sublime, это больше инди, рок, музыка. Третий альбом – это такая эклектика, смесь между первым и вторым. Сборник лучших треков, тоже получается такой папури. И сейчас работаем над полноценным студийным четвертым альбомом. Уверяю, что это тоже будет некая другая новая коллекция, новые краски, новые цвета. С одной стороны, я как бы за кадром, как модельер. Но, с другой стороны, я не ощущаю себя какой-то безликой или одушевленной марионеткой. То есть, манекен служит мне проводником в мир музыки, где я не обязан зацикливаться на каком-то направлении или пропагандировать только какую-то одну музыку. То есть, мне кажется, что таким образом манекен может одеваться во что угодно. Может быть в одних шортах, а может быть во фраке. И от этого меняется музыка. Благодаря такой задумке все горизонты открыты. Следующий вопрос от Сергея. Чему вас начуты на ведомых украинских фестивалях, таких как Захиб Файна Мистер Республика? И че хотелось бы выступать? Да, безусловно. Очень хотелось бы выступить. Я думаю, вы согласитесь, что это не наша вина. Может быть, лайнап или по каким-то убеждениям пока манекен еще не выступает на этих фестивалях. Я с нетерпением жду приглашения. Пользуясь случаем, привет всем организаторам фестивалей. В прошлом году я был в команде «Анука» за кадром. И попал, посмотрел впервые, как проходят эти фестивали. Да, безусловно, интересно было бы. Конечно, было бы здорово там выступить. Следующий вопрос от Сергея. Как рюкзак «Ролл Топс» и «Манекен Эдишн» в чрезвычных укорствованиях? Ой-ой-ой, ребята, вообще. Я писал в Фейсбуке, что я так люблю слово «кастом», то есть созданный специально для… Это был подарок от НАТО на Новый год. Более того, компания «We are able» – это земляки из Донецка, которые переехали в Киев, делают обалденные вещи. Портмоне, рюкзаки, какие-то свитшоты, трикотаж. И, значит, они сделали специальную модель из специальной непромокаемой ткани. На кожаных лямках сделали тиснение с моим логотипом. Мне безумно было приятно. И мы решили, что любой желающий может обратиться именно за этой моделью. И ее специально точно так же на заказ сделают для любого желающего. Так что «We are able» – смотрите, ищите, заказывайте. Вопрос от Дмитрия. Приветствую. Был два раза на твоих лайфсетах. Очень понравилось. Напомни, какими музыкальными инструментами ты дополняешь свои выступления? Есть два вида выступления манекен, наверное, даже три. Возможно, многие из вас видели круглый стол Interactive Media Table, где я при помощи специальных, так называемых, кубиков, создаю музыку. Прямо вот на глазах. Есть нечто похожее на DJ Set, в котором я играю на латиноамериканских барабанах «Конго», «Бонго». Дополняю выступления вокалом, песнями. Также электронные барабанные модули, откуда я беру дополнительные звуки, синтезаторы. И различные звуковые эффекты. Вот так. Последний вопрос будет от Николая. Вы очень разносторонний человек, так как заниматься и звуком, и видео – это очень нелегкая работа. «Много деталей». Вопрос. Где вы черпаете вдохновение, и как вы мотивируете себя на творчество? Знаете, какое самое главное вдохновение? В определенный момент я понял, что музыка или звук, и видео, или картинка отлично уживаются вместе, и я четко ощущаю, где это происходит, а где это не происходит. И получилось так, что, создавая музыку, в моей голове параллельно начали возникать какие-то визуальные образы, которые впоследствии мне захотелось воплощать. И, наверное, вот так вот я пришел к тому, что сказал, давайте снимем Ануки клип, я знаю, что там должно происходить, и как оно должно выглядеть и двигаться. И чем больше таких осмыслений, тем больше стираются границы между этими двумя областями. Да, безусловно, с профессиональной точки зрения, это два разных направления, которые требуют большого профессионального опыта. Но в целом я сейчас пишу музыку, и думаю о видео, и думаю о каких-то визуальных составляющих, которые бы впоследствии могли бы друг друга дополнять. Вот такой источник. То есть я думаю об этом просто сразу еще, и думаю как о едином целом продукте. И так вы мотивируете себя на творчество? Мотивировать, ну, да, безусловно, знаете, бывает так, что, блин, просыпаешься, ничего не хочешь делать, вообще дуешь. Ну, ой, не могу. И в целом для музыканта, для творческого человека, конечно, лень – это самый большой враг. Или сделать начатое, довести до конца – это тоже очень серьезный такой барьер. Да, иногда я себя заставляю, да, иногда я опаздываю и не успеваю, и приходится как-то ускоряться. В каких-то, наверное, таких стрессовых, ну, не стрессовых, а очень плотных вереницах событий, когда нужно как-то качественно быстро ко всему подходить, это для меня является вдохновляющим фактором. И в таком экстрим-режиме у меня, на мой взгляд, весьма неплохо получается творить, создавать. Друзья, спасибо вам большое за ваши вопросы. С вами был Евгений Филатов из группы «Манекен». Девушек поздравляю с наступающим праздником 8 марта. Парни, не пропустите этот день, сделайте все для ваших любимых. Пока.